В правительстве подвели итоги работы за пять лет. Как изменилось Приднестровье за эти годы и что пока остается в планах, об этом рассказал председатель правительства Александр Мартынов. Чтобы и предприятия развивались, и государство могло платить пенсии, пособия и зарплаты в срок и полностью. Такая задача стояла перед экономикой Приднестровья пять лет назад. Это сделать удалось. Перебои с зарплатами, пенсиями и отпускными учителям остались в прошлом. А одним из важных шагов премьер называет разработку программы по кредитованию предприятий. Такая программа в Приднестровье была разработана и применяется по сути впервые. Она имеет хороший результат и за прошедшие годы действительно стала драйвером инвестиций на территории нашей республики. Новшество в сельском хозяйстве. Животноводы начали получать дотации на каждый сданный литр молока. А самые востребованные льготные кредиты у сельхозпредприятий сейчас на развитие мелиорации. В начале 2017 года в Приднестровье под Поливом было около 10 тысяч гектаров земли. Сейчас, по данным Минсельхоза, уже 24. В планах государства к концу 2022-го выйти на 30 тысяч гектаров. Сейчас, на примере урожая этого года, мы видим очень хорошее движение вперед. Растет урожайность, растет валютная выручка, растут и налоговые отчисления в бюджет. Увеличивается количество рабочих мест на селе. Это очень важный вектор, который по поручению президента уверен, что правительство будет реализовывать и в последующие годы. Благодаря фонду капвложения отремонтированы десятки детсадов, школ, больниц, поликлиник. В городах и районах появляются новые спортплощадки, а также парки и скверы для отдыха. Сейчас мы находимся, наверное, только на третьей пути. Впереди предстоит еще очень многое и в плане ремонта школ, и больниц, и детских садов. Но уверен, что если эта программа будет работать еще 5-7 лет, то в этом горизонте закрыть эти проблемы удастся практически полностью. В Приднестровье удалось отойти от красной черты в коммунальной сфере. Количество аварий на сетях с каждым годом становится меньше. Есть подвижки в здравоохранении, при том, что медики уже второй год подряд ведут борьбу с ковидом. Одна из важных программ по спасению жизни людей с острым коронарным синдромом. Программа действует уже третий год на территории нашей республики. Счет спасенных жизней идет здесь на сотни. Хочу отметить, что эта программа тоже применяется в нашей республике впервые. Она очень важна. Она спасает жизни наших граждан. Есть еще целый ряд направлений в системе здравоохранения. Я не буду их перечислять, но это тот сектор, в котором на самом деле очень многое еще предстоит сделать. Еще одно новое направление, которое прописано в стратегии развития государства – программа по обеспечению молодых семей жильем. Только в этом году обладателями своей квартиры или дома стали 136 семей. В следующем году новоселов должно быть больше. Алла Горбатенко, ТСВ